Мы привыкли, во-первых, потреблять массовые товары массового потребления, касаемо всего, это относится к еде, к культуре, к вещам, теряя индивидуальность. И, наверное, те люди, которые способны сделать руками что-то свое, они хотя бы отчасти восстанавливают этот баланс и самовыражаются. И это замечательно, и, наверное, это и ценится. Если мы посмотрим, как одеваются женщины, которые покупают одежды в магазинах, но придумывают хоть что-нибудь, что может их выделять, либо это находят, либо это делают, это здорово, и мы это отмечаем. Поэтому, в общем, не мешало бы всем иногда опускаться до ручной работы, собственного производства. Ну, так скажем, наверное, просто есть недолговечные предметы рукоделия, как кулинарные какие-то изделия. Но ведь это же здорово, когда ты можешь это сделать, причем сделать не просто по рецепту, а еще что-то придумать самому, подать это для своих, там, любимых, родных, близких, или даже для самого себя, восхититься и сказать, о, да. Я считаю, это правильно, это возвращает к реальной жизни. Мы все время, вот вся история современного бытия, это уже уход от реальности. Это интернет-пространство, это гаджеты, это массовое производство, это конвейер, это скорость. Мы забываем чувствовать, видеть, слышать. Когда мы начинаем делать что-то руками, возвращается реальное время и реальное ощущение. Человеку это все равно нужно. Точно так же, как, наверное, всеми высмеиваемые огороды, но это тоже определенного рода возвращение к реальности. Когда человек вдруг после своей жизни, беготни, каких-то должностей, успехов, поражений, вдруг входит в самый естественный оборот жизни, да, оборот землей с растениями, с небом, водой, воздухом. И это правильно. Но вот тут вопрос у кого, откуда руки растут. Откуда у меня, я знаю, но это совсем не для рукоделия.